Шаблотова Гутувок, здравствуйте! У нас 192-й урок по Мишле, и мы находимся в первом пасуке 22-й главы, который говорит «Доброе имя предпочтительнее большого богатства, добрый нрав лучше серебра и золота». Начнем с Мальбима. Начнем с того, что я прочитаю этот пасук на другом языке, который принадлежит Шламу Амелуху, и пытаемся его перевести самостоятельно. Говорит Шлама «Нифхаршем миошер раф». Нужно выбрать имя, оно более избрано, оно более хорошее, чем «большое богатство», «микейсов ми загав хэн тоф», а чем «серебро и золото» лучше «милость», которая в глазах окружающих, хэн, которая называется. И понятно, что нам нужно понять разницу между хэн и шэм, и вообще, о чем здесь идет речь в самых общих чертах. Начинаем с Мальбима. Мальбим говорит «Нифхаршем миошер раф» выбирается имя, оно лучше, чем «большое богатство». То есть, то, что человек приобрел богатство, это приобретение, несколько воздушное, кажущееся приобретение. Димьон – это иллюзия, иллюзионарная. И это не то, что присоединяется прямо к человеку, не становится частью своего человека, не прилипляется к человеку то богатство, которое он заработал и приобрел. У питом, иногда так случается, что неожиданно, юрэш, он получает наследство, и теряет его таким плохим путем. Но Гашем, то имя, которое Кана Аль-Идей Маасав, которое он приобрел посредством своих действий позитивных, они усиливают душу человека и никогда не уходят от него. То есть, цель богатства, когда человек хочет достигнуть больше, чем ему нужно. Для чего суть этого богатства? Для чего это нужно? Для того, чтобы достигнуть кого-то, достигнуть почести, чтобы слова, которые он говорил, его лучше слушали. И это достигается больше посредством человека, у которого есть хорошее имя. А богатство, его нужно постоянно охранять. И это то, что ворует сон у хозяев. Человеку, у которого есть богатство, ему тяжело нормально спать, потому как он боится, что кто-нибудь его сопрет, оно куда-то исчезнет. Но не так с хорошим именем. Оно выше, чем золото и серебро, и это хэн-тоф, и это что-то такое, очень хорошая милость. Золото и серебро, у них нету какой-то майлы, какого-то плюса внутреннего. А только из-за того, что согласились, договорились люди дать им какую-то ценность больше, чем другим металлам. То есть, в принципе, люди могли бы договориться, по какой-то причине это не так, они не договорились, но люди могли бы договориться, что железо стоит дороже, чем золото. Люди договорились, что золото стоит дороже, чем железо, либо потому что оно редкое, либо потому что оно красивое, либо потому что я не знаю почему. И примером этому является хэнтофф, такая вот милость, что человек находит милость в глазах других людей из-за того, что была какая-то договоренность, но это лучше, чем золото и серебро, которое он приобрел, что вот эта вот милость, она находится сама по себе и не находится в другом месте. Она внутри человека, а не в другом месте. И также то, что он может достичь посредством шалитвы Сарим, посредством управляющего, министров и так далее, посредством того, что он им даст золото и серебро, взятку, то есть другим образом, он больше может достигнуть милости. И вот Всевышний, вот имя, оно соответствует его действиям. И этот хэн, эта милость у человека, оно со стороны ханины, со стороны вот того, что к нему хорошо относятся, как сказано. И да тихо ба шэм вэ гамма мацата хэн бэйнай, что Всевышний говорит Маширабэйну, я тебе сообщил свое имя, я узнал тебя по имени, можно так перевести, и также ты нашел милость в моих глазах. И в соответствии с этим, богатство, это то, что приобретается, и значительно выше должно цениться хорошее имя, что это приобретение само по себе, оно часть человека. А милость, это не киньян, это не то, что приобретается, но то, что находится у других людей, то есть другие люди начинают тебя любить, после того, и это лучше, чем кейсов из Агав, которые ему дают золото и серебро, которые дают другим. Золото и серебро можно потратить на то, чтобы взять, дать подарки, и к тебе стали хорошо относиться. Но когда у тебя уже есть это хорошее отношение, это выше, чем золото и серебро и другие подарки. Это такой общий магалах, общий путь. Теперь, Каун Мивильно говорит, что здесь есть две части в этом предложении. Богатство – это то, что человек приобретает много в этом мире, как, например, дома, наполненные чем-то хорошим, всяким добром, посудой и так далее. Там есть келим, посуда, инструменты, бгемот, скотина. И миканегу перец-барец. Вот здесь я даже не знаю, как правильно это перевести. Миканегу перец-барец. Это цитата из Иова, когда Иов говорит. Секунду. В самом начале книги Иова он говорит. Там начало книги рассказывает о диалоге между Всевышними и Сотаном. Когда Всевышний говорит, что Иов очень праведный человек, а Сотан доказывает, что ее праведность связана с его благополучием и другими вещами. И сказал Всевышний Сотан, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, что нет подобного ему на земле? Человек он непорочный, справедливый, богоязненный и удаляющийся от зла. Отвечал Сотан Всевышний и сказал, разве даром богоязнен Иов? Ведь ты оградил кругом его дом и все, что есть у него. Дело рук его благословил ты, и скот его распространился по земле. И здесь в этом предложении, в десятом или девятом, я сейчас должен понять, говорит Сотан. Гало ад сахта баадо. Вот ты как бы сделал за него и за его дом. Ты оградил его дом. И все, что есть у него вокруг, его действий рук, ты благословил. И скот у него, парац-баарец, он распространился на земле. Его скот, он распространился по земле. И когда Сотан это говорит, то сейчас я возвращаюсь к комментарию Гаона. Гаон приводит эту цитату для того, чтобы сказать такую вещь. Что он говорит? Что богатство это то, что приобретено человеком в виде дома, скота и всех инструментов, и всяких келим, которые находятся в доме человека, много скота, который распространен по земле. И также об этом сказано, что ашторотма асрот от баалыгам. Что вот эти вот вещи, о которых мы говорим сейчас, вот скот и так далее, они обогащают своих хозяев. То есть это сказано о том, что находится в домах и на земле. И сама земля, дома и то, что находится на земле. И то, что находится в домах. Но кейсов и загав, теперь мы говорим не о вещах, которые есть у человека, которыми он пользуется. Но кейсов и загав, золото и серебро, это то, что находится в бумышихато. То, что он к себе притянул, то, что он приобрел. Он сделал мыщиху, привел это к себе. Так вот, эти вещи являются, вещи, которые, скажем так, я пытаюсь объяснить разницу. Дом человека, он сразу виден. То, что у него есть поле, это сразу видно. То, что у него много скота пасется, это видно. Зайдя в дом к человеку, я вижу, какой посудой он пользуется. Венецианским хрусталем или одноразовой посудой. И таким образом я вижу богатство человека. Но золото и серебро и драгоценные камни, это то, что не имеется в виду сейчас украшения, которые тетенька надела на палец. Это не это имеется в виду в качестве золота и серебра. А золото и серебро это то, что находится в банке, в кубышке, где-то закопано, в складе, для того, чтобы его никто не могли найти, как в острове Сокровищ, когда сундуки с драгоценностями были зарыты в земле. И эти вещи, которые люди не видят и не знают о нем. И это разница между понятиями имени и понятием хэн. Что имеется в виду? Шэм – хорошее имя человека. Оно с чем сравнивается? Оно сказано, что надо выбрать лучше хорошее имя, чем богатство, чем много богатства. А золото и серебро – его лучше хэн тоф, милость, которая есть у человека. Так вот, шэм – это то, что находится далеко. И разговоры о нем идут постоянно издалека, с другого края земли. Про какого-то человека, который супер-мупер, о нем разговаривают и на Северном полюсе, и в Антарктиде, и на Экваторе, и в России, и в Венесуэле, и где угодно. То есть, имя этого человека на устах у других людей. Как богатство, которое видно, как скот, как дома, и так далее. Но хэн, хэн – милость, это то, что видно сблизи, что человек находит милость в глазах тех, с кем он общается, кого он видит и кто видит его. И об этом сказано, что шэм – он лучше, чем ошер, чем то богатство, которое имеется в виду богатство, видимое богатство, дома, фабрики, заводы, моря, пароходы. То есть, те вещи, которые видны, находятся на поверхности. Но хэн, он сравнивается не с вещами, которые видны издалека, а с вещами, которые можно увидеть только вблизи. Как золото и серебро, которые можно увидеть только вблизи, потому что оно обычно спрятано. И оно видится вблизи, когда ты видишь человека и общаешься с ним. То же самое про хэн говорится, что это вот милость, которая есть у человека, оно лучше, чем золото и серебро. Имеется в виду тот хэн, который рождается при общении с человеком, когда ты начинаешь к нему хорошо относиться. Так хэн сравнивается с золотом и серебром, а шэм сравнивается с богатством, которое вот такое вот постоянно видимое богатство. Это объяснение первого пасука. Второй пасук говорит. Богатые и бедные встречаются, создатель обоих Всевышний. О сэсдос, о чем идет речь, богатые и бедные встретились, их обоих создал Всевышний. Трудно поспорить, но что Шлома Мэла хочет нам сказать, чему хочет он нас научить. Говорит еще раз пасук. Ашир вэраш нивгэшу, осеку лам ашем. Богатые и бедные встретились, всех их и все это организовал Всевышний. Говорит Мальбин, что вот смысл того, что Всевышний выбрал, избрал выше, чем большое богатство, хорошее имя. Потому что богатство, оно не постоянного человека. Потому что богатство и беднота, они встречаются. То есть бывает такая ситуация, что бедняки и богачи, они не стоят на одном месте. Что один всегда стоит со стороны богатства, а другой со стороны бедноты. Но они встречаются друг с другом. Потому что они идут постоянно в этом мире и спускаются по лестнице, поднимаются по лестнице. Богатые разоряются, бедняки обогащаются. До такого состояния, что бедные и богатые, они встречаются друг с другом. Потому что вначале, во время, когда возносился богач на вершину своей лестницы, в это время спускался бедняк с нее вниз, и они встретились где-то по дороге. Если после этого один из них поднимается наверх, то богатый добивается, достигает головы верхней части лестницы. И тогда, после того, как он достиг своего верха, он начинает спускаться по ступенькам. Потому что галгаль, вот этот круг, он постоянно вращается в этом мире. И бедняк, когда он доходит до самого низа своей бедности, он начинает подниматься, и они снова встречаются. Как сказал Акодыш Баругу, Асесу ламот баракея мориш лызэ вам ашер лызэ, что Всевышний делает лестницы на небесах, и он передает от одного, делает бедным одного и делает богатым другого. И об этом сказано, что все это сделать, всех их делает Всевышний. Всевышний делает постоянно богачей и бедняков, что так он установил Гангагу управление, движение в этом мире. И если так, то получается, что бедняк в конце становится бедняком и теряет свое богатство. И Тоф Мимену, и значительно лучше этого, хорошее имя, которое никогда не уйдет из этого мира. В случае, если человек будет себя вести надлежащим образом. В общем, все понятно. Думаю, что комментарии излишни. Говорит Гаон очень короткий комментарий. Он говорит, что то, что мы сказали Шен, Шем и Хен, милость и имя, что они хороши, они лучше, чем богатство, здесь еще идет о богатстве и бедности, которые встречаются. Имеется в виду, что бедность и богатство, они одинаковы. Поскольку Шем и Хен это одно, и это какое у человека имя, и какое у человека милость в отношении других людей, это не зависит ни от богатства, ни от бедности, ни от золота, серебра, это зависит от Всевышнего. И все это делают Всевышние, поэтому они одинаковы. То есть, поскольку мы уже договорились в первом пасуке, говорит Гаон, что имя и милость значительно важнее, чем золото и серебро, после того, как мы это обусловили и пришли к этому выводу, то мы должны сказать, что теперь не имеет особого значения, богатен человек или он беден, потому что имя и Хен, которые, милость и имя, которые есть, они определяют все, а богатство и бедность определяют только некоторый кусочек аламазе этого мира, поэтому они второстепенны, и поэтому на самом деле все исходит от Всевышнего, имеется в виду имя и Хен, а богатство и бедность это так, это дополнение, на которое можно не сильно обращать внимание. Это кавана того, что говорит нам сейчас Шлома Амеллах по Гаону. Таким образом, мы видим, что немножко по-разному или сильно по-разному объясняют это вильнюсский Гаон и Гагро, но Эллу-Вэллу это и другое, слова Всевышнего, и только я хотел добавить, что человек, у которого есть в данную секунду времени богатство, то он должен понимать, что дано это богатство ему именно для того, чтобы с помощью его приобрести Шем и Хен, и несмотря на то, что он мог это приобрести без богатства, и мы видим, что Акодаш Бруго это раздает и без богатства тоже, но если этому человеку дано богатство, то оно дано именно для того, чтобы человек использовал это, для того, чтобы у него был Шем и Хен, о которых говорит сейчас Шлома Амеллах, то есть он должен использовать его по назначению, для митцвод, а не для каких-то других вещей. Не означает, что он не должен делать другие вещи, и понятно, что он может делать и другие вещи тоже, не оверот, естественно, но во всяком случае, деньги даются человеку для делания митцвод, не только в сдоке, есть много других митцвод, но деньги даются человеку для митцвод, и, соответственно, в зависимости от того, как он употребляет эти деньги, от этого будет зависеть, когда и как Галгаль будет Хазер, когда и как вот это колесо вернется, и так далее. Следующий посуд. Разумный видит зло и укрывается, глупый приступает и наказывается. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит. Арум-раа-раа Давай, мне нужно прочесть его полностью. Арум-раа-раа ваисатер, ванистар. Уптаим-авру вананшу. Умный человек, хитрый, разумный, я не знаю, как это лучше перевести, он видит зло и прячется. Простаки, они проходят и получают наказание. Что имеется в виду, говорит Гаон. Арум-раа-раа ванистар. Глупый человек, мудрый человек, он видит зло и прячется. То есть, мудрый человек, это не хахам, который знает, не тот мудрец, который знает законы Хохма, законы Торы или законы этого мира. Но, тем не менее, он уже выучил понятие Гаарамы, он уже выучил понятие мудреть, хитрить и так далее. И понимает тот путь, по которому ему надо идти. Он еще не хахам, но он человек, который же может выбрать путь, по которому надо двигаться. И это человек, который может выбрать, как свернуть на правильную дорогу. И им ло ешбо эйзэ эфсет. Если у него не случается какой-то эфсет, какой-то ущерб. Как сказано, хохмас арум вивин дарко, что мудрость Арума, она понимает тот путь, по которому надо идти. И он взвешивает и указывает То есть он все время находится в состоянии размышления и взвешивания. Будет у него какое-то зло в будущем от того, что он сделает или нет. И посредством этого он видит то зло, которое может произойти. И он видит будущее зло, как оно может произойти. Он заранее, благодаря этому качеству аримута, который качество хитрости и умения выбрать дорогу, он видит рождающийся вот такой результат. И не стар. И он прячется. Баль елэх бедерикзэ шахаритора. И не хочет попасть на дорогу, он уходит и прячется. Чтобы не попасть на ту дорогу, конец которой будет зло. Как сказано, что есть дорога прямая перед человеком и так далее. Есть Мишна в трактате «Перековод», который говорит «Мигу хахаму раэдга налад». Кто такой мудрец? Хахам. Тот, кто видит то, что рождается. Он видит налад. Он видит то, что в дальнейшем произойдет. В данном случае Шлом Амеллах, как объясняет Мальвим, этот вид мудреца называет не хахам, а арум. То есть это уровень ниже, чем уровень хахама. Но это человек, который в состоянии увидеть зло, которое может произойти, которое родится из этого пути и уйти с этого пути, не попасть на него. Питаим. Это люди простые люди от слова «пэти». Может быть, глупцы их надо перевести, я не знаю. Да, наверное, правильный перевод. Глупцы простаки. Они ровно наоборот понятию арум хитрости. Не только, что они не смотрят и не видят, не могут остерегаться того зло, которое в будущем произойдет, но также они проходят по тому зло, которое есть не в будущем, а в настоящем времени, прямо сейчас здесь передо мной. Поэтому на аншу они получают свой оныш, свое наказание, что кроме того, что их достигнет зло, кроме этого, они еще получат наказание за то, что они не остерегались этого зла, а должны были остерегаться. Таким образом, Мальбин объясняет, что чем отличается Пэти, простой человек, простак, который не умеет остеречься, тем, что он не остерегается не только того зло, которое он должен был бы, по идее, если бы был арум, увидеть, как оно рождается и как оно его достигнет, но он нарушает еще одну вещь, он в настоящем времени идет туда, где к нему приходит зло, поэтому, если за будущее время, ну, не понял, не рассчитал, недостаточно мудрый, не арум, он не получит за это наказание от Всевышнего, хотя зло он получит, но, по крайней мере, наказание от Творца за это он не получит, то за то, что он не низгар, не был аккуратен с тем, чтобы не натолкнуться на зло, которое есть в настоящем времени, за это он получит наказание, кроме того, что к нему придет зло. Это две вещи, которые могут произойти, должны произойти у него. Человек же, который арум, он, понятно, что он не идет в то место, где сейчас происходит что-то плохое, он, кроме этого, рассчитывает будущее и умудряется, я не знаю другого слова, не попасть в ситуацию, которая приведет его к каким-то плохим результатам и избегнет зла в будущем. Это человек, который спрячется от того, что его может подстерегать в будущем, и это перкеавод, который говорит, кто такой Хахам, тот, который видит налад, тот, который видит то, что рождается. Окей. Теперь, что нам говорит на эту тему Гаон? Гаон говорит, «Арум раа раа ванистар. Хитрый человек, он видит зло и прячется, потому что Лифамим, лоник зарала. Бывает такая ситуация, Гаона волнует вопрос, он отвечает на незаданный вопрос. Знаете, детей, когда их обучают в Хедере, их обучают, как бы это сказать, методики изучения Талмуда и так далее, и очень часто и в Талмуде, и в Тосфос, и в любых комментариях, комментатор, он отвечает, не задавая вопрос, а сразу начинает отвечать на этот вопрос. Вероятнее всего, потому что ему кажется, что этот вопрос настолько очевиден, что любой человек, который читает сейчас, он должен сам видеть этот вопрос, и поэтому, поскольку он уже, как рассчитывает автор комментария, думал на эту тему, то я не буду задавать этого вопроса, чтобы не тратить время, а буду сразу на него отвечать. Такой прием называется Шейла Нистерет, скрытый вопрос. И иногда, поскольку комментаторы были немножечко способнее и рассчитывали на людей, которые будут учить с более высокими способностями, чем мы с вами, то иногда занимает время понять, что именно его волновало, на какой вопрос он пришел ответить. Здесь Гаон сразу же начинает свой комментарий с ответа на Шейлу Нистерет, с ответа на скрытый вопрос. Вопрос такой, мудрый человек, хитрец, он увидит зло и спрячется. Спрашивает Гаон, не спрашивает, сразу отвечает на вопрос, разве можно спрятаться от Всевышнего? Человек видит зло, а значит, это желание Творца. Если есть желание Творца, как можно от этого спрятаться? О чем вообще идет разговор? Умный человек будет прятаться от Всевышнего. Как можно спрятаться от того зла, который Всевышний запланировал привезти на меня? Надо с любовью принимать и сурьем несчастья, которые приходят ко мне. На этот вопрос отвечает Всевышний. Что имеет, отвечает Гаон, что имеет в виду Шлом Амеллах? Он имеет в виду, что Лифамим иногда, Лоник Заралав, на человека нету кзыры, Всевышний не сделал на него распоряжение, что ему станет плохо. Вейсофа и Магэм, но есть распоряжение на кого-то, кто находится близко к нему, и заодно с этими близко, он тоже получит по голове вместе со всеми, кто находится рядом. Есть, в Тикуней Зогар сказано, что есть человек, который наказывается без суда. Каким образом можно наказать без суда. Это пример этому, это то, что говорит Авраам Авину, задает вопрос Всевышнему, что ты, Всевышний, идешь разрушать города с домом и аморой. В этих городах есть Садиким и есть Рошоим. Если он там будет Садиким, то что, ты накажешь Садика так же, как нечестивца? То есть, бывают такие времена, когда человек в это время, если он не скрылся, не спрятался, а находится между нечестивцами, и есть время наказания нечестивцев, то он не спа, а лаием бело мишпат. Он идет следом, он вытягивается, идет, ну, как буксиром берется с ними без суда. И это Кзейра не на него, Кзейра на тех, кто находится рядом с ними, а он, не устранившись, не уйдя от них, попадает под раздачу и идет вместе с ними. Авраам Авину приходил с претензией ко Всевышнему, неужели ты это сделаешь? Мы видим, говорит Зохар, что из этой претензии мы видим, что такая ситуация бывает, когда атрибут суда раскрывается в этом мире, то бывает такая ситуация, что люди попадают, ну, поскольку я вспомнил это слово-сочетание неожиданно для меня, под раздачу, то в такой ситуации этот человек может попасть туда. И говорит Гаон, что иногда на него не было Экзейры, но он притянут вместе с остальными. Поэтому человек, который хитрый, он скрывает, прячет себя в это время. Я приведу вам пример. Пример из отрывка Паршат Нох, комментарий Раша с Евтей Хохомим, на самом деле это Медра Шраба, все, что я хочу сейчас сказать. Паршат Нох начинается словами. Нох приводит два комментария и говорит, здесь есть грамматический, тонкий такой момент, Эдгайлаким Эдгайлэх Нох Нох шел со Всевышним. Что значит со Всевышним? Если бы Всевышний его не вел, то он бы не мог идти таким праведным путем. Есть два комментария, что это означает. Первое, что он был праведником только в этом поколении, в поколении Ноха, потому что все остальные были такими нечестивцами, что по сравнению с ним, с ними он был просто супер. Но если бы он жил во время Авраама, то он бы вообще был ничем и звать никто, потому что рядом с Авраамом этот человек не назывался бы праведником. Это первое объяснение. И второе объяснение ровно наоборот, что даже в поколении, которые все являлись Рошоем, тем не менее, Нох был праведным человеком. Тем более, если бы он жил в поколении Авраама, то он был бы еще более праведным, потому что даже живя с Рошоем, он не научился от Рошоем нечестивцу, тем более, если бы рядом с ним был такой человек, как Авраам, то они вдвоем были бы вообще, вау. Вот. И два комментария, которые противоречат один другому. Раша приводит это как два Ешамрим. На самом деле это в Медра Шраба махлокис между Рабьейгудой и Рабьиной Хамией. Махлокис двух Амараем, которые есть в Медра Шраба. И есть еще один махлокис в Паршат-Нох довольно интересный, когда рассказывается, как надо сделать Таеват-Нох, как надо сделать Ковчег-Ноха. И там написано, что ковчег должен быть такой вот, ну, ковчег. И крыша его должна быть конусообразная. И вверх сама крыша Ама, а остальное такой конус. Усеченный конус. И Ама, это примерно локоть. Это локоть, это вот ширина крыши. И в этой Аме должно быть установлено что-то, что называется Цогар Таасел Иха. Сделай себе Цогар. Цогар, говорит Раша, Ешамрим, есть которые говорят, холон, окно. Есть которые, говорят, драгоценный камень. Это тоже махлокис, тех же раби-ягуда и раби-ны-хами в Медра-Шраба. И Севтей Хохомим объясняют, если я не ошибаюсь, это Севтей Хохомим, я давно не смотрел, это много лет назад я видел это. Может быть, это кто-то из комментаторов на Медра-Шраба, я могу забыть. Но, по-моему, Севтей Хохомим объясняет, что это один и тот же махлокис. Махлокис Нох был цадиком на уровне Авраама или Нох был цадиком на уровне своему поколения, а для Авраама он не был бы цадиком. Это тот же самый махлокис, как махлокис, который идет в Башитотам, каждый по своей точке зрения. Что такое цогар? Это окно или драгоценный камень? Чем отличается окно от драгоценный камень? Окно это стекло, через которое можно проходит свет, освещает внутренности ковчега. И также я могу посмотреть, что находится снаружи. В окно можно видеть то, что находится снаружи, стекло, оно прозрачное. А с Паклария Майера в Навиюте есть такое выражение, но это не важно. Вот. И драгоценный камень, те, кто видел, он может пропускать свет, но он весь граненый, какой-то вот такой непрозрачный, может быть, даже не граненный, округлый, но он прозрачный, он пропускает свет, но смотреть через него невозможно. Через него, может быть, можно сделать какую-то линзу, какую-то лупу, для того, чтобы он пропускал свет лучше, использовать как зажигательное стекло, я в детстве этим игрался. Но это не то, через что можно смотреть. Видеть, ничего не видно и ничего не понятно через него. Таким образом, ахроним сводит спор между тем, что такое цогр, окно или драгоценный камень, к тому, можно или нельзя было наблюдать изнутри ковчега на то, что творится снаружи. Ноах, он спрятался внутри ковчега от гнева Всевышнего, когда пришел Мабуль и Всевышний истреблял всю землю, как мы знаем по распоряжению лично Всевышнего, он спрятался, но он спрятался для того, чтобы на него этот потоп не подействовал, несмотря на то, что он был праведник и, безусловно, он был достоин спасения, но если бы он остался вместе со всеми на земле, он бы спасен не был. И это то, о чем говорит сейчас этот посуг, как объясняет Гаон, что иногда люди не с фахим, цадиким они не с фахим, они заодно наказываются, не альедей, медат, мишпат, не из-за меры суда, мишпата, а просто заодно с тем, что вот происходит. И Шейла вопрос на тему того, насколько человек должен быть праведным для того, чтобы он не попал под раздачу и не был уничтожен вместе с остальными. Если человек находится на состоянии, которое говорит цадик гамур, стопроцентный праведник, то он не попадает под наказание, которое предназначено другим, заодно. Но если этот человек не стопроцентный праведник, то он попадает под раздачу и уничтожается вместе с другими, Эл-Аймкен, только если он достаточно арум или получил распоряжение Всевышнего, это, наверное, еще лучше, для того, чтобы спрятаться и быть не стар от этого несчастья, которое сейчас приходит в мир. Если Ноуак был стопроцентным праведником, то он мог не прятаться, он мог наблюдать за тем, как мера суда уничтожает весь мир, и он мог наблюдать и не быть при этом наказан. Но если он был не цадик-гамур, не стопроцентный праведник, то нужен был драгоценный камень, а не окно, для того, чтобы он не видел меру суда и был спрятан от нее. Так объясняет охроним вот эти два махлокиса, уровень праведности Ноуаха и что было драгоценный камень или наоборот, это было стекло, окно. Есть еще один момент, который может проиллюстрировать, чтобы помочь нам это понять. Поскольку Гагро уже ввел нас в это судье и начал нам говорить про то, что вздоми, спрашивает Авраам, неужели нету цадиким, которые могут быть спасены, и ты их под одну гребенку со всеми уничтожишь. И такой цадик находится. Цадиком становится племянник Авраама, Лот. Но его циткус был недостаточный для того, чтобы быть спасен. Он должен был погибнуть за кампанию. Но Всевышний его спасает за заслуги Авраама, поскольку он племянник Авраама. И тогда Всевышний говорит Лоту, что ты, твоя семья, жена, дочки в результате женихи не пошли, поэтому остались только жена и дочки. Вы должны убежать из города, спрятаться в том месте, в котором Лот в результате сам себя выбрал, но вы не должны оглядываться и увидеть, что происходит в городе. Жена Лота, да, оглядывается и обращается в соляной столб. Дело в том, что они под раздачу должны были попасть вместе со всеми, если бы не праведность Авраама. Поэтому им было сказано, вы должны спрятаться, вы не должны видеть. Вас не должны видеть, и вы не должны видеть. Понятно, что Всевышний видит, но он не должен видеть вас вместе со всем этим городом. И если вы оглядываетесь и не отделяетесь от города, вы остаетесь его частью, и поэтому вы попадаете под наказание или, как говорится, у нас не с пахим. Так вот, человек, который мудрый, говорит Шлома Амеллах, иногда на него нету кзейры. Рогро объясняет, отвечает на незаданный вопрос. Если сейчас Всевышний решил наказать, то какая разница? Мы только что, несколько предложений назад, сказали, что нету мудрости, нету знаний, нету советов, нету разума против Всевышнего. Если Всевышний уже решил, что он наказывает, то при чем здесь арум, не арум, мудрый, не мудрый человек, что может помочь? Объясняет Гаон, что эта мудрость может помочь не тогда, когда это идет негид Гошем. Если идет против Всевышнего, то все, кранты. Но если это идет не против Творца, если Творец собирается, нету кзейры на этого конкретного человека, но под раздачу он попадает, если он вместе со всеми, то в этой ситуации помогает эта гаарама, эта мудрость, когда человек мастир это смог, когда человек прячет себя. Но люди, которые птиим, люди, которые простаки и не прячут себя, они авру, они делают это преступление, они остаются со всеми и наншу, и они получают наказание. Несмотря на то, что на них конкретно не было кзейры, не было распоряжения, но из того, что они не спрятали себя, то они попали под раздачу вместе со всеми и так пути Всевышнего, что человек должен убегать от авэйры и должен убегать как цви, как то, что сказано тоже в Верке, а вот что, это должен быть кальки цви, это должен быть легкий, как олень, и должен прятаться и убегать в тот момент, когда есть компания расшои, плохих людей, маша в лицим, людей-насмешников и тому подобное. И Арум, это человек, когда видит зло, он отделяет, прячет себя от этого зла, но простаки, они делают авэйру, и получается, что они на аншим, и получается, что они туда попадают. Я немножечко свалял очередной раз дурака, я не знаю, есть ли у нас здесь Шульханору Керидея, нету. Тогда я открою, дело в том, что Гаон в Гемори Баба Кама, не знаю, как я мог это забыть, приводит Гемора Баба Кама для того, чтобы прокомментировать одно место в Шульханору Ки. Есть место в Шульханору Ки, ну, вначале мы приведем Баба Кама, потом место в Шульханору Ки я уже скажу сам, потому что я не приготовил его одну секундочку. Тану Рабонан, я читаю Барайту, Тану Рабонан, учили наши мудрецы, Девер Беир, если есть чума в городе, я не знаю, чума это, может быть, ну, в общем, это чума, но это любая мугифаль, любая эпидемия в городе, то Кнос Раглейха, возьми свои ноги и убегай, Шинамар, как сказано, Как сказано, а вы не выходите, человек, исхода в дом, до утра. Это сказано про время, когда было наказание египтяна во время казни первенцев, евреи должны были находиться у себя в доме и не выходить из дома до утра. И сказано, Это цитата из, сейчас, секундочку, из Ишаялу тоже это цитата, что там сказано, пусть пойдет народ в свои комнаты и закроет двери за собой. И сказано, что снаружи властвует меч, но внутри комнат находится эйма, находится страх, ужас. Что имеется в виду, говорит Гемора, если ты скажешь, что ночью не надо выходить, но днем можно выходить, то нет, пойди со мной, прийди в свою комнату и закрой за собой дверь. А если ты скажешь, что тогда, когда нету такого ужаса, такого страха, внутри, то есть сидеть в комнате, быть запертым и знать, что снаружи дэвер, снаружи чима, и ты можешь в любой момент заболеть и каюкнуться, то находиться в доме с закрытыми дверьми, это очень страшно. но там, где есть эйма, внутри, когда ты выходишь, ты находишься между людьми и тебе легче и это лучше делать, так вот послушай, говорит Гемора, мехуц, тоскиль, хэрив, снаружи находится меч, а внутри находится страх. Несмотря на то, что внутри находится страх, помни, что снаружи находится меч. И поэтому надо прятаться даже в этой ситуации. Рова, во время, когда был гнев, он считал, не важно, там дальше еще несколько примеров этому, и вот, например, Барайта, который говорит, что когда начинается голод в городе, то бери, делай ноги, убегай оттуда быстренько, как сказано, и был голод в земле и спустился Авраам в Митраем. И сказано, и так далее. Есть несколько таких вот гемород, которые рассказывают. Я еще одну Барайту приведу. Тану Рабонан. Учили наши мадрецы. Девер-Беир, когда я щема в городе, то пусть не идет человек посередине дороги, из-за того, что ангел смерти находится в середине дороги. Поскольку ему уже дали разрешение, то он идет в Эгеде, в Мефураж, прямо открыто, по самой середине. Если мир в городе, то наоборот, надо идти посередине дороги и не ходить по краям дороги. Поскольку у ангела смерти нет права, то он должен прятаться. А прячется он, естественно, снаружи, где-то с краю дороги, там, где его не видно. Поэтому здесь есть гемора, которая говорит о том, что человек должен, определенную технику безопасности нам преподают, что человек должен убегать из места, где дается право ангела смерти убивать. В тот момент, когда начинается какая-то мегифа, какая-то эпидемия, что-то такое страшное, то человек должен понять, что он попадает под раздачу. И в этой ситуации ему нужно скрыться. Георгий не приводит здесь этого пасука из Мишли, но понятно, что именно об этом сейчас Лфи Гаон Мивильна, во всяком случае, по Амальбиму он говорит немножко другое. Лфи Гаон Мивильна, об этом говорит эта гемора. И не только об этом. В первую очередь, о том, что не надо объединяться, надо спрятаться от нечестивцев и скрыться от них. Второе, что надо спрятаться от той мегифы, от той эпидемии, которая может случиться, и надо скрыться от нее и находиться вовне. Вот. И Шульхонорух, который... Шульхонорух, посяк это на Галоха. И в Шульхонорухе, в Вильнюсской Гаон, приводит наш, наш пасук из Мишли, для того, чтобы сказать, что в тот момент, когда в городе находится какая-то эпидемия, какая-то мегифа, какие-то страдания, то человек должен знать, что он может попасть под раздачу, и поэтому человек должен попытаться слинять из этого места, скрыться или запереться в комнатах, изъедеть внутри, там, куда меч Малахамавита, Ангела Смерти, не может дойти, потому что человек, которому положено умереть во время мегифы, как бы он не скрывался, он умрет. Но поскольку есть некоторые вероятности, даже надежды, что эта мегифа устроена не конкретно для меня, а для кого-то другого, то в этой ситуации каждый человек должен на это рассчитывать, и до тех пор, пока не доказано обратного, он должен делать из штадлут усилия для того, чтобы не попасться под раздачу. Поэтому об этом говорит Гемора, что когда ящема, надо не выходить из комнаты, сидеть в бедуде, в изоляции, но в случае, если выхода нет, то выхода нет, желательно вообще убежать, но убежать, понятно, что не всегда возможно, вот, но остерегаться надо, поскольку есть Митсова, Нишмарта, Миотт, Навшатейхам, но работает это только в ситуации, когда мы находимся в какой-то минимальном предположении, что Кзейра, я не должен попасть в эту Кзейру как таковой, а только есть опасность попадания под раздачу. Естественно, что если Акодыш Барагу решил, что именно этого конкретного человека нужно убрать, то этот человек будет убран, и никакая техника безопасности здесь не поможет, ни комната, в которой он запрется, ни место, куда он убежит, все это будет бесполезно, но об этом говорил другой пасук в прошлом перике, который мы учили на прошлом уроке, который говорит, что нет ни мудрости, ни разума, ни совета против Всевышнего, и что, несмотря на то, что конь прекрасное оружие в войне, но победа исходит от Творца, а не от лошади, то же самое здесь, ты можешь сделать много-много попыток, но все исходит от Всевышнего, но в случае, если складывается другая ситуация, что Кзейра не включала в себя конкретных людей, а Кзейра была на весь народ и так далее, на какое-то место, на земной шарик, бывают самые разные вариации действий Всевышнего, то в этой ситуации наш Гештадлус, наши попытки могут помочь, и этим отличается Арум от Петти, Арум это человек, у которого есть определенная мудрость, направление мудрости, о котором говорит сейчас нам Гаон Мивильно, он попытается спрятаться, отделиться от других, от тех, на кого идет Кзейра, оказаться в стороне от них, и Гаон приводит в комментарии на Шульхонорах на это место Гемора Бавакама, что несмотря на то, что бывает, что очень жутковатенько быть в одиночестве в комнате, тем не менее, это лучше, чем попасть прямо под нож, и не надо в этот момент идти по середине дороги, и так далее, но это не означает, что надо сходить с ума, это тоже понятно, этим отличается Арум от Петти, не обязательно бежать именно туда, где находится Мала Гамавит, на самую середину дороги, надо четко, нормально себя вести, с тем, что понимать, что если Кзейра подписана, то ничего нельзя сделать, но если она не подписана, я должен уйти из того места, не находиться в том месте, где в данную секунду находится Мала Гамавит, это может быть середина дороги, это может быть край дороги, это может быть внутри дома, это может быть снаружи дома, это зависит от ситуации, вот, это то, что нам говорит сейчас согласно Перуши Хагро, именно об этом сейчас говорит нам этот пасух, и в связи с некой паникой, которая сейчас в Израиле, наверное, это немножко Мина Шамаем, что именно этот пасух попался нам сегодня, вот, но, надо помнить, что еще одна вещь, которая очень сильно помогает, это Тора, Митсвот, и они, Тшуа, Тфила, Уцдока, они, Моаверим, Раэя, Гзера, они убирают тяжелость нашей Гзейры, поэтому этот момент, то, что происходит, в тот момент, когда, когда вот что-то тяжелое происходит, типа Девера, то надо усилиться в этих Митсвот, и во всех остальных Митсвот, понятно, тоже, и уйти, не попадаться в то место, где это вот сейчас происходит, немножко уйти в сторону, окей, следующий пасук говорит, момент, пасук номер 4 говорит, за смирение, страх перед Всевышним, богатство, почет и жизнь, здесь так, да, ну ладно, Шульханурок я не приготовил, там было еще что-то, ну ладно, Экиф Ановат, сейчас момент, извините, Экиф Анова, здесь очень трудно дословно перевести, нам надо, он переводит за смирение, Экиф Анова, это, ну да, наверное, это за смирение, будет за смирение, награду за смирение, я все-таки добавлю несколько слов, потому что дословный перевод непонятен, награда за смирение, это страх перед Всевышним, Ошер, Кавод и Хаим, богатство, уважение и жизнь, что это приходят, все эти четыре вещи, страх перед Всевышним, богатство, уважение и жизнь, это приходит как награда за скромность, которая есть у человека, начнем с Мальбима, Мальбим говорит, корень понятия скромность, он, вместо F, он выводится из того, что человек, как человек может прийти к понятию скромности, человек достигает величия, понимания, что такое величие ее церберейший, творца всего творения, и в какого года ли его огромной силы, и мациюта, и сущности всего, что он создал, до такого состояния, что он понимает Шигангу, что все остальное, все, что мы видим, это, в том числе, я сам, это Эйнвэээфис, это ничто и ноль, перед Кцатмебриотап, перед немножечко его созданиями, когда человек понимает, что такое он по сравнению с созданиями Всевышнего, я не говорю с самим Всевышним, это сравнивать невозможно, бессмысленно, когда человек начинает понимать величие Творца, понимая величие творения, и тогда он понимает, что в этом мире Малхус, раскрытие царства, хохма, мудрость, гвура, сила, и все остальные Маалот, все остальные плюсы, величия, которые он знает, что это как на Малактана, как маленькое, то есть все цари, все силачи, все мудрецы, которые есть в этом мире, это примерно как один маленький муравей перед большим царем, который находится перед ним, то есть все величие всех мудрецов, которые есть у нас, это ноль по сравнению с мудростью Всевышнего, вся сила, которая есть у Ильи Муромца, это ноль по сравнению, это муравей, меньше, чем муравей по сравнению и так далее. Векиэйн хашуф, лифней катан, шабамалахав, и каждый из вот этих силачей, мудрецов и так далее, это как ничто перед самым маленьким из ангела Всевышнего. И мы не говорим по сравнению со Всевышним, говорит Мальмин, мы говорим по сравнению с ангелами Всевышнего. Умахшавазу и вот эта мысль, она приводит к тому, что внутрь человека входит Ирад Гошем, понятие страха перед Всевышним, что он боится сделать что-то против желания Творца. И об этом пишет Рамо в начале Шульхонороха. Он пишет, что когда человек встает, он должен помыть руки, сказать Модрани, и при этом думать, что Он должен постоянно вспоминать этот посук из Дгилем Давида Меллаха, что передо мной есть постоянно я вижу тебя перед глазами, что не похоже в сидении человека в одиночестве, когда он находится в месте, где есть другие. Тем более, что он должен обратить внимание свое на то, что Меллах Малхей Амлахим, царь царей Всевышний, он стоит над ним и смотрит все его действия. И человек, который удостаивается того, что выйти на уровень, а на вы уровень вот этой скромности, он автоматически начинает бояться Творца и соответствуя с этим, награда ему то, что он получает богатство и почести, потому что Всевышний возвышает этого человека, который достиг уровня скромности. И это происходит меда кенегет меда, мера за меру. И он получает жизнь, это вечная жизнь из-за того, что он теперь боится Творца, он не сгар, он следит за тем, чтобы не сделать ничего, никакого зла. и если он живет в этой мире под Гашгахой Всевышнего, под влиянием Творца, ему открывается Гашгаха Протис, частное влияние Всевышнего, Всевышний руководит всеми его поступками, то это ровно наоборот человека, который Мидгайя, который у него Мидадгайва растет у него как на дрожжах, и он убирает от себя понятие боязни Всевышнего, и его путь это путь смерти. Таким образом, Альбим объясняет, что человек, который рождает в себе, приобретает в себе меру, которая называется скромность, он приобретает это тем, что он сравнивает и начинает понимать, что такое самый умный, самый сильный и так далее, самый могучий, по сравнению с самыми мелкими ангелами Творца, и тогда, когда он это делает, он начинает видеть величие Творца, который создал эти творения, таким образом, он доходит до уровня Ирад Шамай, таким образом, Хакодыш Барагу спускает на него совершенно другой уровень Гажгахи пройти частного влияния и управления им, и следит, чтобы этому человеку было легче избегать греха, кроме того, человек сам боится согрешить, когда у него постоянно страх перед Творцом, и он удостаивается Ошар и Хаим, богатство и жизни, поскольку вся его жизнь становится служением Всевышнего, и таким образом, он доставится всего этого в Алла-Мазе, тем более, что он может удостоиться это благодаря этому Алла-Маба. Гаон Мивильна здесь говорит так, что Ана-Ва, скромность, в конце концов, она приводит к тому, о чем мы сказали, к боязни Всевышнего, богатству, уважению и жизни. То есть, награда за Ана-Ву, за скромность, это Ошар-Вакавод, это богатство и уважение. Есть две отрицательных меды, очень отрицательных качества, есть два. Это Нефиш-Рахава, Варуа-Гвуа, как сказано в Перкеавод, и я тоже не приготовил даже Сидура, чтобы взять Перкеавод, хотя планировал, но обойдемся. Перкеавод говорит о том, что есть разница между учениками Авраама Вина и учениками Белама Раша и Авраама Вина. Это качество скромности. У Белама это качество Нефиш-Рахава, когда человек широкая натура, человек все время чего-то хочет такого. Что это? Не, я не могу, на русском языке я беру, я буду. Это выше моих сил. Окей. У человека широкая душа и высокий гайва, высокий рох, и обратно этому являются вещи, которые называют Дахавашфельрох, приниженные в состоянии своего роха, своего души, и человек, который малотребовательный. И об этом сказано, что, не важно, цитаты я пропускаю сейчас, и анава, скромность, она включает обе вещи. То есть, скромность выражается и в том, что человек не думает о себе слишком хорошо, и это, наоборот, обратной душе, что он, что он не, не то, что у него такая широкая душа, ему мало чего надо от жизни, и он о себе не думает невероятно-невероятно хорошо. Поэтому награда за анава, это тоже две вещи, так же, как анава, это исключение двух вещей, связанных с Гаевой, это возвышенные мысли о себе и требования очень много со стороны по отношению к себе, то анава включает в себя две вещи и приводит, то есть, что я ничего ни от кого не требую, раз, и сам про себя не слишком много думает. И таким образом ему дают в награду две вещи, ошер, богатство, раз человеку много не надо, то мера за меру ему дают богатство, и то, что он о себе слишком, не слишком высокого мнения, не слишком много возвышает себя, за это ему дают какие-то виды почести, уважения со стороны окружающих. Ира Дхошем, который он приобретает в себе, здесь Ира Дхошем по Агро не является наградой за то, что он скромный, а скромность плюс Ира Дхошем приводит к награде, а именно жизнь, богатство и кого-то. Ира Дхошем дает в награду жизнь. Как сказано Ира Дхошем лэ хаим, боязнь Всевышнего, она тем, кто живет. Поскольку понятие жизнь, это не совсем способ существования белковых тем, как говорил кто-то там Энгельс, или кто-то, я уже много раз это приводил в качестве шутки, жизнь, это Лидабэгба Акодэш Барагу прилепиться ко Всевышнему, то жизнью является награда, жизнь дается тому, который видит, боится Творца. Боязнь это всегда некое отдаление, я понимаю, я соблюдаю дистанцию, я вижу, насколько выше Всевышний, чем все, о чем можно говорить и представлять. Поэтому за то, что человек возвышает Всевышнего и боится нарушить его замыслы, ему дается возможность, Лидабэг боит Бараг, прилепиться к нему, и это и есть жизнь. Это комментарий Гаона на этот пасук. Таким образом, с Божьей помощью мы закончили пятый пасук и четвертый пасук, извините, второй главы. До новых встреч, всего доброго, до свидания.